приветствую вас дорогие друзья вы снова на канале раньше на урале вам у нас бытовуха почему бытовуха ну потому что это подседка хозяйства есть вот это его никуда не уберешь это день сурка каждый день одно и то же у нас сегодня еще середины февраля нету хотя долгое время было предчувствовать что на дворе уже март сказались оттепели яркая красивая солнечная погода мало снега очень мало снега снег очень сильно сел как мы определяем уровень снега видите и патрон там три вида но трубы забор скаковой дорожки вот чтобы феврале месяце я видел самый нижний ряд трубы честно никогда в жизни такого я не это самое наверное малоснежная зима которая за последние десятилетия была но есть другое но снег тоже не простой снег вот мы ездили на снеохотах выходные братан значит мы находимся в такой жопе отсюда нету связи я сейчас ездил туда на гору позвонил пацанам ситуация такая ну вот спускаюсь вот отсюда и вот сюда он зацепился куда ты вот цепляется курком газа ну соответственно начинает ну лететь я на ходу успеваю но газу я вижу что он едет и не останавливается потому что ну я думаю наверно и едет куда-то не туда надо быстрее ну снегохот спасать думаю сейчас он уедет потому что реально он едет без газа уже ну ладно торможу заводить короче тут сагизианом уже тут разобрали там разобрали пол снегохота раскидали все нормально работает не можем понять план у нас есть сервис онлайн как бы съездил сагизиан туда на гору и ему объяснили что есть закрывание ручка вот так сдвинулась получается у нас считай уже холостой ход ушел холостой ход и дроссель по-другому работает вроде трос все целый вот сейчас видите ручку просто повернул я уже на самом деле я уже вначале думал гогена позвонить чтобы на линксе сюда приехал бывает из-за этого вот я как говорил никогда нельзя одному выезжать как бы такие далекие места всегда нужна как бы помощь потому что вот ездим лошадей ищем да это вот как раз сагизиан твоему каналу люди вот смотрят это запись пригодится потому что в такие места просто оттому нельзя ездить у нас обязательно собой топоры ножи ножовки веревки горячий чай потому что если что-то случится но ты просто уже один здесь не справишься и до дома дойти это ты будешь я не знаю а в том году его этот беже на следующий день приезжал тоже действительно это очень опасно из-за этого уважаемые друзья подписчики сагизиана вы когда выезжаете далекие расстояния всегда выезжайте не одни и на хороших снегоходов это да это точно не на умный берпи молодец мы уже перепугались ну ну чё такое ну вроде ничего не сломали ну почему он так заработал тут же диагностики в лесу нет тут связи нет тут связи нет а вот здесь связи нет мы отсюда чтобы вытащить снегоход я не знаю что надо какая-то спецоперация вертолетом проще на самом деле его до весны оставить проще что-то уже потом потихоньку вытащить его ну как то так ну ладно сейчас все сделали задача поедем давай поехали снег напоминает такой вот как будто не по снегу едешь а вот кругом вот это сахарный песок как будто ездишь по сахарному песку очень очень прямо ассоциируется с этим вот такая структура снега паршивая вообще неудобная скользкая зыбучая такая вот повод бывает мы не парень что нам пофиге у нас все вторые стирды нам надо каким-то макаром скормить мы уже даем неплохо до 30 рулонов подняли издевение вот но задача скормить это это сильно иначе он просто сгниет значит отвечаю на вопрос часто спрашивают там лошадей продаете продаю есть абсолютно все возрастные группы абсолютно все здесь у нас маточки здесь у нас жеребята там внутри жеребцы там внутри другие жеребцы конюшнику угодно и того короче полуторники тоже все здесь в общем они не все вот они раскиданы кто где у нас то выбраховка то что ну а так в целом пожалуйста ассортимент огромный вот проблем не будет никаких состояние жеребят хорошие не худые и нормальные вот обратите внимание на качество поголовье тут а вороных нету нету рыжих нету прям гнидых вот один исключение это он куланый он не гнидой он куланый он такой странную куланого цвета буро буро куланый какой-то все пожалуйста состояние конематок найдите мне хоть одну гнидую вороную серую какую-нибудь лошадь хоть одну найдите пожалуйста состояние маток очень хорошее качество поголовье качество поголовье топчик сейчас модно стало назвать топчик топчик поэтому ну и цены конечно топчик но мы всегда лояльный клиенту можем где-то какой-то дисконт сделать прочее прочее порадовать но тот кто понимает он не парит например вот ну вот реально я все больше и больше убеждаюсь в том что есть люди которые реально понимают что этот человек долго не думает он просто берет оплачивает все железобетонная например зуб зубра после того как его оплатили зубра спрашивали человек 60 70 вот честно до него но его оплатили буквально на четвертый день когда я его выставил на продажу до него тоже человек 40 спрашивали и 40 человек человек ну-ка я и 40 человек человек на двадцать пять тридцать кого дорого 300 косарей за охеренного жеребца который уже ну реально авторитет на чего вот дорого один человек все куда скинуть денег все и все и он его забронил тут же вот как бы он понимал что все равно этого жеребца заберу потому что жеребцы 300 тысяч цена за хорошего производителя это не потолок я вам скажу жеребцы уходили с нашего хозяйства гораздо дороже рацион значит у нас уже ребят немножко даем патоку для запаху поэтому они видите грязные у нас он сидит в липкие такое состояние не ахти из честно из-за этого не презентабельный а так все на вода все здесь рацион еще проще здесь тена вода все больше ничего красиво да вид шикарный вот жалко что там пол пол табуна он туда вот заходит вот за куток я бы весь всех мы сюда выгнать красота было вот кто видите там внизу здесь ребята тоже большая часть под крышей кайфует единственно сейчас оттепели пойдут нужно будет позаботиться о том чтобы сход снега не произошел на жеребец чё ника молодец ну дрожишь ты конечно от страху знатно а я аж отсюда вижу как ты дрожишь остына то что там син капитальный конечно я рай до куркма красота красота залита и основание этому еще в том году строили заливали бетон здесь у внутри у нас тоже все бетоном залито очень удобно чистить удобно вот весной все это вычищается под чистую здесь тоже весь навоз мы гуртуем собираем вывозим вон мы уже начали гуртовать его потихонечку но это навозите глыбы это секция где жеребцы стояли замерзший навоз оттуда он выехал такой жесткий так он как бы прекрасно все все в порядке в настроении скирда еще 2 скирда видите вот шишка торчит у 2 стирды еще первое даже не на читать поэтому спокойно въезжаем на жилья у как это у казахов называется интересным красивым словом нравится такое классное слово жилья у га барабка ряба за лаберса полом здравии полном составе без потерь работа на самом деле еще много еще весенние полевые работы представить не знаю в этом году что с этим будем делать с такой ценой на солярку конечно эффект от весенних весенних работ именно по уходу за покосами он есть но вопрос оправдывает ли он себя при такой цене на топливо вот у меня уже стоит на самом деле вопрос вот понятно те угодья которые мы взяли совсем недавно там как говорится конь не валялся там печальная ситуация на самом деле там трясет сильно трактора колотит техника ломается на кривых полях ломается конечно наши же поля вот кто со мной катался они знают то есть я могу на крузаке по полю вот сотку 120 просто по любому месту ехать я знаю эти поля они в идеальном состоянии они ровные вот и это конечно многолетний труд мы каждый год выезжаем шлифуем уравняем где-то дисковать приходилось но мы стараемся почву не трогать лишний раз потому что у нас ну такая особенность нашей почвы когда ее трогаешь начинает расти всякая нечисть а так у нас идеальный состав культур для кормовой вот состав поэтому и массу хорошую дает и питательность хорошая и по полезным качествам все это прекрасно то есть это вот мы прямо был божий дар ну по-другому никак не скажешь это божий дар вот у кого-то так ни хрена не получается вот поэтому с полями вопрос такой но похоже что придется часть полей все равно надо будет выравнивать потому что на кривых полях теряется все это оправдая оправдывается в чем когда поле ровно это его и обрабатываешь намного быстрее и без поломок то есть поломка это минус каждый рабочий день дополнительно это тоже минус вот на этом как бы издержки и образовываются а так будет все нормально но в планах конечно в этом году еще оградить огромную территорию под под полуторников полуторники вот эти же ребята ну под годовичков будем так вот эти вот эти у нас уйдут на поле все ну естественно жеребцов отсюда уберем этих полуторников это до хрена их все убираются они вот а вот эти пойдут пастись то есть их будут пасти они не будут соединяться в табу вот этим малышня потому что пасти вот этих балбесов реально очень сложно вот дядя андрей фокин привет дядя андрей дядя андрей ходит у нас этот у него пасека вон там аэродром у нас за аэродромом в углу не пасек он ездит проверяет час улей как они там начинают гудеть регулировка температуры прочее прочее в амшаниках там свои нюансы да никас тебе все предстоит во все это вникать ты понимаешь куда-то попала могла бы сейчас лежать в теплой квартирке но здесь жить веселее поверьме пару слов о терезе тереза постой пожалуйста вот встань рядом со своим балбесом посмотрите какой у нее жеребенок вот встань рядом с мамой иди вот вот те тереза кобыли 17 лет вот люди спрашивают все время двухлетних люди думают что в этой кобылу двухлетний там типа ресурс большой двухлетний кобыла непроверенный кобыл тереза 17 лет и каждый год дает вот таких лосей посмотрите как ой-ой-ой играет с мамкой но сейчас секунду тереза не просто так получил свое имя мать тереза она четко соответствует своему званию это кобыла которая например помните жеребенка джатин белый изобелловой масти вот кто думает его первые два-три дня кормил в молочком тереза тереза безотказная и хоть пять ребят дай она будет себе 5 кормить но при условии смотрите какого какого размера у нее свой ребенок вот сказать что не доедал не будет неправильно поэтому на самом деле уникальная кобыла но без уникальная кобыла поэтому у нее тоже статус нашем хозяйстве такой от нее никто никогда там избавляться не будет то есть сколько она проживет проживет то есть это кобыла нашему хозяйству отдала уже все давно с лихвой то есть с нее спрос такой вот все что она давно должна была это заходи она давно отдала поэтому вот так сколько она сможет сколько будет жить с этой кобылой у нас история та же самая ой 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 динго-ой 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 мика вот состояние кобылой конечно полный ахтунг полный ахтунг что с ней не хрена непонятно вот но так в принципе кушает она так дорогая моя корова как тебя делается Рассказывай Ты может в общак выйдешь уже Что тебя тут держат Дорогуша В общак надо тебе выйти В общак В общак Вон у тебя лось какой уже Вырос Так А кстати Дорогие друзья Которые пишут Что вы там не можете обучить Того сего Почему я сам не сажусь Не сажусь я сам по причине того Что я занимаюсь Непосредственным управлением Моя любая травма Хреново скажется На дальнейшее организационное деятельство Вот он у нас единственный Ну вот он такой Видите он фурчит Вот как он меня встречает И смотрите сейчас как меня встретит Скажем тарзанчик Привет тарзанчик Дикарь ты наш А Шураля Красавчик Иди сюда Келясим Кель курку Кель кель Эй Би 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 Вот он видите Он вполне адекватный На нем все уже спокойно ездят Красавец просто Смотрите какой красавец Смотрите какая грудь у него А Рисованный прям Ай-яй-яй-яй Вот Или взять Тулпар Мы его назвали Тулпар Тулпарчик А тоже смотрите Вот он вполне адекватный Вот поэтому Просто у нас сейчас Азат в отпуске У нас людей не было Вот вчера у нас приехал Ясуф Сейчас Ясуф займется заново Дача докатыванием До Дожиманием Неких балбесов Вот Да Что ты Ёкарный бабай Сейчас как за бороду Поймаете Вот И в общем такая история Поэтому умничать не надо Как обучать лошадь Мы это все прекрасно знаем Я еще раз говорю Вот вы Там Ну надо аккуратно Надо ездить Во-первых У нас Более чем аккуратно обучается Я вам покажу Как Ясуф обучает кушать Вы охренеете По узбекской системе Это Там реально жестко Вот Потом Это аккуратно все происходит Потом есть другой момент Когда у тебя еще раз говорю Одна лошадь Единственная И тебе надо одну лошадь обучить Пожалуйста Ты можешь ее полгода обучать Но когда тебе надо массово Что-то быстренько отработать Да Карапузы Ну и жопа у вас Смотрите у английских Какая жопа Пузо какое Вот Массово То тут Как говорится Правильное слово будет Не до прелюдий Вот Тут берешь И вкус И в гриву Да Газиза Вот Газиза тоже так обучали Скажи Что думаешь Кто-то с ним церемонился Что-ли Нормальный конь Чемпион породы По выставкам ездит Живет как У Христа за пазухой Да Вот Шел О красавчик Красавчик конечно Но красавчику имя Стремное такое имя Надо будет другое А Повернись Давай Так про эту штуку Я говорил Да Что мир делится на две категории Те кто говорят Что вот эта херня Заплетает ласка Вот эту штуку Я же При своем опыте Вот смотрите Бетоном все залито Вся конечно бетонная Вот вся конечно бетонная Смотри Вся конечно бетонная Абсолютно Кто сосед У красавчика Смотрите Сейчас покажу Кто у него сосед Если бы в этой конечно Была ласка То вот эти товарищи В живых бы не находились Они бы были уже мертвы давно Вот Поэтому Гипотеза того Что вот эта Косичка заплетается лаской Ну Не более чем миф Не более да Красавец Вообще красивый конечно ребят Смотрите какой Вот Вроде оба саловой да Что тарзан Что Вот этот красавчик Но смотрите Абсолютно другого типажа конь Смотрите какие округлые формы попа Попа вот обратите внимание У тяжеловозов попа делится вот так То есть как сердечко И вот так подъем пошел Как у сердечка Здесь вот она идеальная Вот такая форма Как у груши Вот Классный конечно конь Вот Ну это подарочный вариант На самом деле Это у нас Дробина Возим каждый день с завода Смотрите вот Это и мешки первоначальные Вот из такой штуки Варят Варят пиво В городе Аша Со всем рядом с нами Отварится пиво Заново это зерно засыпается Вот Оно вот тепленькое еще Вот еще парит оно даже Ну таким зерном мы кормим Здесь какие-то темные да? А это этот Хмель Это хмель Они его не едят Хмель не едят Да Я тоже заметил Что хмель не едят Они Нет Тут уже перемешка Значит Нет Один день вообще Стружка приезжала Хмельная Кто-то павлинов просил Показать Насезтики такие у нас Извини вариант Дизайнерский насезд Здесь овес Жмых Мел Обязательно Птичник Занимайте места Согласно купленным билетам Раньше Птичник был только там Мы им сейчас удвоили Площадь Представляете да Что здесь будет в мае месяце Когда вся эта Бригада выйдет На хозяйство Все будут ходить С распущенными хвостами Все-все Остальные сами выйдут Альмир Арсен Колгадлар Колсен Вон Насезти пусть осваивают Потихоньку Смотри Береза им больше по душе Чем осила Здесь у нас Жеребцы Стоят жеребцы Которые Которые у нас Готовы На продажу В любой момент Но здесь у нас Чтобы было понимание Две группы Это та группа Которая прошла отбор На Племенные селекционные работы И та группа Которая не прошла отбор Она тоже здесь Здесь их 30 30 голов В браковке Вот Вот у нас Два аппарата Стоит Это у нас Зубр с осликом Вот у нас Ослик Вот у нас Зубр А у них настроение Чемоданное Они у нас Завтра Отбывают На территорию Соседнего государства Вот у нас Яркий представитель Выбраховки С высиной Он у нас Выбраховывается Состояние упитанности Среднее Вот они такие все 30 голов Вот таких Полуторников Мы готовы Отгрузить Для Вполне понятных целей Здесь у нас Соседние Соседи Соседи Это обердины У нас у нас соседи Поебыть И все прекрасно И там у нас Овечки стоят Сено у нас Аллахашикар Всего хватает Красавцы Играть Все в настроении Вот хороший Жеребец Куланчик Вот ураганчик Суперский Жеребец Вот чурмантай Соседний С ним Ох-ох-ох-ох Ураган Ты че Короля Вот Вот тоже Четырехлетний Вон старшаки Вот три стоят Вот этот Курмыш Весь старшаков Жеребцев Вон урал стоит Поэтому Есть что посмотреть Вот смотрите Состояние Жеребцах Сено вода Без всяких Дотаций И пособий Да Враган Вот такое Массо у нее Хороший Курменький Вот тоже Отлично Жеребец Да Кирминда Киркель Это Киркель Пахмаджун Он Толстяковский Сынок Причем Это старого Толстяка Сын Не этого Здесь конечно Если вы обратили внимание Свет в этом помещении Немножко странный Немножко зеленовато Все из-за того Поликарбоната Березового цвета Вон он Вот его видите Вот белый Вот внизу белый А внизу зеленоватый Поликарбонат И вот он Немножко фонит Козарки Смотри Алина Заметил Там он Идеальный Найди хоть одну Не Нестандартную Вошь Кайф И на Тридцать втором Году Своей жизни Хозяйство Достигло Вот такого Уровня Ни одной Гнидой Вороной Рыжий Да Любой Четенько Все Просто Как По фоншую Почти у всех Вот такие Попы Красотки Аминка Это Аминка Не так Ма 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 Правильно Как звать Грязные Грязные Некоторые Валяются В навозе В том Свежем Свежий Навоз Теплый Вышел Вон Они все На нем Забрались Кувыркаются В нем Вот Почти Уже 15-17 Дней Стоят На карантине Наоборот Состояние Хорошее Отличное Веси Не потеряли Наоборот Даже чуть-чуть Набрали Кажется Следими Были Там Две Три Вымали Маленькие Ничего Быстренько Набрали Состояние Отличное То, что Мне нравится Их Характер Такой Спокойный Никак Наши Наши Буду Давно Так Непогласить Ну Попки Нормальные Моркалки 21-го Граждение Машкирская Порода Взяли Хор Диатудина Сагидзяна Машкирская Порода Маши Лестер Надп었어요 Как share Машкирская 모 Машкирская gouvernement У Большого Машкирская Им腐 Машкирская Дог arte Машкирская Всем эксц sv Машкирская судя по твоей шапке ты уже слетал да не первый раз вы этот хватит хозяйства позорить елки-палки жеребца от нам не можете оформить но короли альмер симбасов тарма булыш давай один подкидывать будет один двое держать потому что ты сесть до конца не успеваешь асланбек лесов полное право хоть из него сделай она вообще плевать амир то-то птор асланбек пусть подкидывает его алле во молодец гонять не надо его надо драть во все дыры давай слушай но ты очень эффектно падаешь по сравнению с аликом ты просто он это делает сексуально прямо капец да да у него в этот мотор хороший ничего ничего и не такие были там бетонный блок вон те же шишки блок бетон на аккуратно не дай бог башкой приложит иисус туда айда по кругу по кругу альмир вот на вот этот круг вставай или вот там новый нарезайте себе кстати дорогие подписчики у кого есть канал на хороший кожаный кнут я вот с удовольствием заказал мне прям очень прям хочется коллекцию кнутов очень люблю я эти кнуты я в детстве мог к сигарету старта выбить да вообще в одно время хорошо научился это вы же без кнута пастете нас батя если ты выйдешь без круто пасти лошадей батя брал кнут сперва тебя выпорвал с этим кнутом вместе с лошадью а потом у тебя кнут дал и все и никогда моего из рук не выпускали потому что уважение у лошади к тебе когда у тебя кнут в руках ну я имею ввиду табу табунного содержания когда когда ты пасешь без кнута тебя кобылы вообще никуда ни во что не ставят а я вот арсенка с кунтом пас а юсус целый год без кнута пас всех лошадей испортил у меня голос мой голос харизма должна быть не голос харизма у меня есть меня лошади от голоса боятся тебя это же лошадь и чувствует могу я на козлыки выпустить или не могу поэтому сегодня как заливает уже татарина а с ассалбек это из ассалбек не фатиму обещал обучить алик обещал обещал короче так и не обучил да да рамазан то он он пытался хороший конь будет легкий он скакать будет хорошо он очень легкий по себе любопытство да а лярничек что у вас обострение что ли весенние идите вашу за ногу а это задний подкрадывайся давай молодняк блин пошли на пруда сходим один газ крупной до рядом со мной иди не больше никто ничего не сделал ай-яй-яй-яй деньга иди-ка сюда нахрен иди сюда балбес балбес старуха смотри никак оборзели а вы офигели что ли банда блин короля все теперь мы с краю теперь главное бежать динга беги 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 динга динга я сюда кель-кил и кель-кил и до курьма карали был армонда ополчились что-то какое-то обострение у них извини водопойчик не прошло и полгода как наконец-то мои архаровцы утеплили здесь выход но смотрите ситуацию вода течет слабоват дебет уменьшился приточка уменьшилась но приточка уменьшилась здесь у нас третий каскад приточка уменьшилась не на втором каскаде а уже с первого каскада вон оттуда упала приточка что мы значит сделаем сегодня мы там есть вентиль который можно здесь прямо поверхность открыть мы наверное это и сделаем сегодня у нас 7 февраля в числах 20 марта приточки естественно уже начнут порастать поэтому у нас в принципе полтора месяца я думаю первого каскада нам на полтора месяца хватит поэтому сегодня что мы сделаем мы откроем приточку добавим дебет во второй каскад тем самым повысим отсюда и компенсируем недостачу воды сейчас я пойду спешку ключ возьму и вернусь открыл и все такие я думаю на полтора месяца нам этого предохватит а там уже весной талыми водами он наполнится проблему наполнить первый каскад в принципе это не проблема она наполняется за три дня приточка пойдет мегоноемы после на нижнем рву у нас на нах стоит 1200 труба полная хайло вода уходит я вам покажу как это происходит то есть приточка такая здесь достаточно мощная заказал я значит оплатил заказал через течение недели я думаю что идет аэратор производительность 180 литров минуты я думаю это ухватит с одним распылителем поставлен аэратор в рот карпан поддерживает я думаю будет все вернуть вот что так а а а а а и Продолжение следует...